Десна ТВ Духовно-просветительская выставка в Десногорске Очень интересно человек рассказывал. Вообще для себя очень много подчеркиваешь, когда проходят такие мероприятия. Уроки профориентации в школе Соревнования «Мы вместе с мамой молодцы» Это опыт по решению вопроса о выводу из эксплуатации ядерно-опасных объектов В выставочном зале Десногорска состоялось открытие выставки «Святые заступники земли Смоленской». Данный проект организован Культурно-выставочным центром имени Тенишевых. Подробнее в нашем сюжете. Выставка посвящена 880-летию Смоленской епархии. В церемонии открытия приняли участие протеерей Виталий Сладков, представители администрации города, сотрудники культурно-выставочного центра имени Тенишевых, воспитанники Десногорской художественной школы и учителя. Перед открытием выставки прошел мастер-класс по искусству иконопись. В своем приветственном слове протеерей Виталий Сладков рассказал, что данная выставка ценна. Благодаря ей жители смогут познакомиться с историей святости нашей земли. Глава города Андрей Шубин отметил, что открытие такой выставки – это важное в духовном, нравственном и культурном смысле событие. Примечательно, что данная выставка приурочена 880-летию Смоленской епархии. Надеюсь, что здесь, перед этими священными образами, наши современники, молодежь смогут обрести возможность вырваться из повседневной суеты, остановиться и задуматься об важных вопросах, бытиях и увидеть красоту жизни с Богом. Андрей Николаевич Шубин выражает огромную благодарность организаторам данной выставки. Руководитель проекта «Святые заступники земли русской» Александр Вилых вручил благодарственное письмо от руководства культурно-выставочного центра директору музея Натальи Демьяновой. Везде, конечно, эта выставка проходила очень хорошо, успешно. Ее посетили более 6000 человек. Я думаю, что и в вашем городе также посетят эту выставку. И познакомиться, именно познакомиться, потому что немногие знают наших святых и что они сделали. А эта выставка, она прямо показывает нам, как, кто, где был и какие заслуги перед церковью, перед нашей страной, перед друзьей имел тот или иной святой. На выставке представлены более 60 экспонатов, фотографии монастырей и храмов, тексты жизнеописания святых. Мне очень понравилось. Мне понравился фильм, как делают иконы. Понравилось видео, где показывали, как именно делают иконы, сами процессы. Это оказалось очень кропотливой работой в нескольких этапах, некоторые даже повторяются. И в итоге получается очень красивое изображение. С экспозиции можно ознакомиться до 17 декабря. В Смоленске прошел фестиваль детско-юношеского творчества на противопожарную тематику «Юные таланты за безопасность». Участники фестиваля проявили себя в вокале, хореографии и художественном чтении. Жюри отобрало 20 лучших номеров. Воспитанники детских садов и школ посетили историко-краеведческий музей нашего города. Его работники устроили экологический праздник – День Лешего. Для гостей подготовили икры и развлечения. Это и загадки про лесных обитателей, про грибы, травы и растения. А также ребятам пришлось распутывать следы, определяя, какому дикому животному принадлежит тот или иной след. Напоследок детей угостили горячим чаем с баранками. Едва ли найдется ребенок, которому не задавали вопрос, кем ты хочешь быть, когда вырастешь. Мечты меняются с возрастом, а в старших классах школы этот вопрос звучит уже по-взрослому. Ты знаешь, куда пойдешь учиться после школы? И ответы звучат уже не детские. Как атомщики помогают подросткам определиться с будущей профессией, мы постараемся рассказать в нашем сюжете. Специалисты Смоленской атомной станции совместно с педагогами школ ежегодно проводят работу по профориентации. Цель этих мероприятий направлена на популяризацию профессии атомщика и повышение имиджа атомной энергетики в целом. В этом году работа ведется по двум возрастным программам для выпускников школ. Для наглядности встречи сопровождаются видеопрезентацией о работе атомной станции, средствах обеспечения безопасности выработки атомной энергетики и о соблюдении охраны природы от производственных воздействий. Десногорские школьники активно участвуют в викторинах на атомную тематику и демонстрируют хорошие знания. Было очень интересно, были очень интересные вопросы, викторина была очень интересная. И, конечно же, очень интересно человек рассказывал. Вообще для себя очень много подчеркиваешь, когда проходят такие мероприятия. Я считаю, мероприятие у нас было первое, оно было сгруппированным, очень интересным. Также мы познакомились с основателем нашей станции, так сказать, вступили с ним в диалог, узнали все из первых уст. Встречи со специалистами-атомщиками интересны для школьников, поскольку многие из них видят свое будущее именно в этой промышленности. Наверное, как мой папа, начальник традиционной безопасности, я, наверное, буду поступать в ФИПИ, в Обнинск, и я хочу все-таки, чтобы его и мои надежды оправдались. Также встречи посвящены 35-летию пуска первого блока. Поэтому специалисты УИОС приглашают ветеранов атомной промышленности и первостроителей Смоленской атомной электростанции. Интересные беседы с ними знакомят юных десногорцев с историей родного города. В Руднянском районе завершается процесс очистки заброшенного предприятия от опасных металлов. Это крупнейший завод в Советском Союзе по производству градусников. Он простоял 18 лет в опечатанном виде. Все это время длилась процедура банкротства, до завершения которой специалисты не могли провести очистку цехов. Сейчас работы идут полным ходом. Из федерального бюджета выделены средства на ликвидацию и снос зданий. Задержанному в Вязьме гражданину Узбекистана вынесен приговор. Органы следствия установили, что мужчина был пособником террористов и неоднократно переводил деньги за рубеж. Подсудимый приговорен к лишению свободы на 4 года. 25 ноября состоялось заседание Молодежного совета. Главная задача – это разработать план на следующий год. При составлении плана были затронуты такие темы, как культурно-досуговые мероприятия, ведение совместной работы с предпринимателями и юристами, привлечение школьников и молодежи к участию в жизни города. Было принято решение утвердить составленный план на следующем заседании, согласовав с куратором Молодежного совета Александром Новиковым. А теперь о спортивной жизни Десногорска. В детско-юношеской спортивной школе 28 ноября прошли состязания между воспитанниками 4 детских садов и их мамами. Соревнования были посвящены Дню матери. В них приняли участие воспитанники садов «Чебурашка», «Теремок», «Лесная сказка» и «Мишутка». Для юных спортсменов была подготовлена целая программа. Участники смогли посоревноваться в быстроте, ловкости, сообразительности и умении работать в команде с мамой. Эти соревнования собрали на трибунах много болельщиков. В перерывах между эстафетами ребята выступили с зажигательными танцами, которые они подготовили совместно с музыкальными работниками. Команда сада «Чебурашка» оказалась самой быстрой. «Соревнования интересные, конкурсы были достаточно. Кому-то простые, кому-то сложные, нам понравилось». «Мне понравилось прыгать на мячике». «Нам все очень-очень понравилось, было весело, задорно, интересно. Такие мероприятия всегда сплочают родителей и детей. Очень приятно, что проводятся такие мероприятия в нашем городе». «Отлично! Просто как будто я на грузелях каталась. Так здорово!» «Было очень все замечательно, весело. Главное, мы получили огромное количество удовольствия. Ну и похудели чуть-чуть». «Да, это нам нравится». Все юные спортсмены получили сладкие призы и грамоты. В Москве состоялся международный общественный форум «Атомэко-2017». В фокусе обсуждения делегатов и гостей мероприятия были вопросы экологической безопасности и общественной приемлемости атомной отрасли. Кроме того, специалисты из разных стран оценили новые технологические решения в области обращения с отходами и вывода из эксплуатации радиационно-опасных объектов, представленные предприятиями «Росатома». Новые идеи и уже реализованные технологические решения, научные изыскания и открытые обсуждения актуальных проблем в сфере сохранения благоприятной окружающей среды – все это «Атомэко-2017». Выставка-форум, организованная по инициативе «Росатома» и собравшая более тысячи специалистов из разных стран для формирования ключевых приоритетов экологически безопасного развития атомной энергетики. По мнению экспертов, только при внедрении в практику эффективных технологий обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами атомную отрасль ждет успешное будущее. В решении этой задачи российские атомщики продвинулись дальше всех. Пример прекрасный – это пункт долговременного хранения реакторных отсеков в сайте ГУБЕ, который позволяет безопасно обеспечить обращение с радиоактивными отходами на северо-западе Российской Федерации. Это опыт по решению вопроса о выводу из эксплуатации ядерно-национально опасных объектов. Ну, для примера, в центре Москвы, это на территории Курчатского института, был выведен из эксплуатации исследовательский реактор. Это сделано было безопасно, без ущерба для окружающей среды и населения. Только в этом году госкорпорация «Росатом» направила на реализацию экологических проектов около 23 миллиардов рублей. Это проекты, связанные как с решением текущих задач атомной энергетики, так и с ликвидацией ядерного наследия. Более того, даже та работа атомщиков, которая не связана напрямую с источниками, негативно воздействующими на окружающую среду, ведется с прицелом на экологию. Развивая технологии переработки, развивая технологии замкнутого ядерного топливного цикла, мы способствуем тому, что наша планета становится чище, при этом создавая возможности для безопасного использования атомной энергии. За два дня работы форума делегаты и гости обсудили наиболее важные и актуальные вопросы, связанные с развитием атомной отрасли. И по мнению большинства участников и экспертов, именно атомные источники энергии полностью соответствуют экологическим требованиям, предъявляемым к мировой энергетике будущего. Это все новости на сегодня с этими другими событиями. Вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова